Особое мнение на 101FM Вы знаете, сложно сказать, но на мой взгляд на сегодняшний день очень, если сравнивать с нашим детством, когда мы учились в школе, было меньше, ну, какое-то было, наверное, более правильное воспитание Значит, это мое мнение, не знаю, но там объективно, субъективно, то есть это уж, как говорится, каждый пусть сам как бы считает Но вот когда в дальше время, ну, подобных же таких историй не было Я считаю, что, чтобы этого, значит, не повторялось, необходимо в первую очередь весь упор у государства, значит, должен быть, в первую очередь, на воспитание детей То есть это создание условий, создание каких-то дополнительных систем образования, создание спортивных объектов и так далее Тогда, как бы, люди будут вырастать, наверное, более в таких правильных условиях и, возможно, меньше будут просиживать в каких-то интернетах И потом, ну, это же какой-то, не знаю, то есть я считаю, что это что-то с психикой И человек вот пошел и сделал то, что он сделал, да То есть он, то есть это трагедия, это трагедия не только Казани, это трагедия всей страны Поэтому такая история может произойти где угодно Учитывая, что все школы, и это на примере, там, кировских школ, никакой там охраны нет Вахты, которые сидят на входе, это, как правило, бабушки и дедушки Никим образом никто там защитить никого не сможет Поэтому, вы знаете, тут действительно надо сделать все, чтобы данная история не повторилась И больше уделять воспитанию детей, потому что, ну, практически это сделал тоже, можно сказать, ребенок 19-летний А это что? Это игры-стрелялки какие-то? Или это вот история с Колумбайном и ее фанаты или что? Ну, раньше же этого не было Ну, раньше у нас и доступа вот этого не было У нас самая страшная игра была «Танчики Бэтл Сити», да То есть она достаточно добрая и такая интересная Почему человек идет именно в школу? Почему он стреляет детей? Что это? Я думаю, что это опять вот в том числе были же в контакте какие-то группы, которые там периодически у нас правоохранители закрывают Которые считаются там истремистские, которые там, скажем, подталкивают детей на какие-то преступления Я считаю, что это вот как бы некие жертвы интернета, которые, досмотревшись каких-то историй, там, игры, может быть, каких-то, ну, идут и вот как бы, как бы вживаются в эту роль и идут вот убивать Тичем не повинных, никуда-то он идет не в какие-то там сама Он идет в самое беззащитное место, где, в принципе, ему и отпор-то никто не смог дать И поэтому количество жертв вот именно сама такое А вот про охранников вы сказали, да, там, бабушки, дедушки, вообще, правильно ли тут вот, ну, на охранников, не знаю, слово валить, может быть, не подходит, да, но вот пришел человек с дробовиком, да, ну, что вот может охранник сделать? Ну, кто бы, наверное, там не сидел? Ну, вы знаете, вот, допустим, давайте просто сделаем пример, зайдем в администрацию, в городскую или вот в правительство и зайдем в любую школу Что будет сложнее? В администрацию, например, в городскую, где так сложно, где так просто попасть, хотя бы какая-никакая охрана там есть То есть там люди в форме сидят? Ну, в форме, да, это какой-то чоп там, как бы и так далее, но, тем не менее, там есть какая-то охрана Допустим, в любой... То есть чиновники защищены лучше, чем дети? Конечно, конечно, у нас всегда чиновники защищены, как бы, лучше, почему-то, почему-то лучше детей, да Там есть турникеты, там есть карточки, там можно профиксировать каждого ребенка, когда он зашел Вернее, чиновника, когда зашел, когда ушел В школах это тоже есть, мы же за это много денег заплатили через ЦДС Да, мы за это много денег заплатили, но в конечном итоге мы, как бы, у нас на, как бы, входах сидят там бабушки и дедушки И поэтому, ну, чем они могут, как бы, защитить? Понятно, что эффективность от этого и вообще какую функцию они, как бы, выполняют, ну, для меня, как бы, непонятно А решение-то тут какое? Я считаю, есть, есть, вот, такие вещи, вот, как, что может быть важнее детей Дети, это, это будущее страны, это, значит, следующее поколение, которое будет продолжать то, что здесь вот мы не доделаем, да То есть это самое важное должно быть приоритет у государства Вместо этого у нас в школах выпадают рамы, вместо этого у нас там в детских садиках там в старых там какое-то оборудование Кроватки, стульчики, на которых мы еще, наверное, сидели, да Вместо этого у нас у каждого почти детского садика есть предписание внешней охраны по защищенности Это видеонаблюдение, это охрана, эти же там домофоны, тревожные кнопки там, ну, тревожные кнопки, наверное, в большинстве уже есть везде, наверное А вот все остальные, как бы, то, что может сохранить, ведь эта история не первая Мы прекрасно помним, как в Таринмаре буквально год назад В садике, мы недавно, да, мы это обсуждали, но вы знаете, ведь ничего не поменялось в принципе Нет, а ничего, дебедяец, после этого просто проходят какие-то бесконечные совещания У всех чиновников, все они это пообсуждали, там, поговорили и так далее А в школах и в садиках вот с трагедией Таринмара что поменялось? Лично я там не заметила изменений, вводя там своего ребенка, да, в учреждение Ничего, поэтому, как бы, в первую очередь, вот, то, чем нельзя экономить, это детские сады и школы Там должно быть все сделано, в первую очередь, и безопасность, и комфорт детей и так далее Ну, если не бабушки, там, кто, нанимаешь каждую школу, охрану? Можно, как вариант Росгвардия, например, да, как вариант, то есть, как бы, как вариант какой-то действительно такой качественный Не бабушки, там, а качественный чоп, там, ну, определенно с какие-то, как бы, люди с какой-то хотя бы минимальной подготовкой Должны охранять самая, как у детей, да, потому что это самое, где защищенно он пришел, убил и ушел Ну, как бы, в данном случае не ушел, но, тем не менее, то есть, дети не могут ничего То есть, это как лотерея, понимаете, и мы, мы, каждый может столкнуться с той бедой, с которой столкнулись жители Казани И, тем более, родители этих детей, которые потеряли эти детей, когда утром отправляют школу, а вечером, как бы, его уже нет Поэтому это, на самом деле, ужас, и этот ужас может позже повториться везде Поэтому я считаю, что надо весь упор сделать на безопасность школ, садиков и всех учреждений, куда ходят наши дети Ну, это какие-то очень жесткие решения должны быть, потому что я вот сейчас представляю, там, как я утром отвожу ребенка в садик Да, абсолютно любой может зайти, там нет никакие там, там не то, что бабушки, там нет ни пропусков, ничего Ты просто заходишь, приводишь ребенка в пустой коридор, все по группам, ну, то есть, за этим вообще никто не следит Ну, получается, тут очень жесткие решения должны приниматься Каждому родителя карточка, железные заборы и так далее Ну, это надо делать, и на этом точно нельзя экономить Давайте сэкономим на чем-то другом, то есть, там, не будем делать коротки в городе из-за льда по 23 миллиона А сделаем именно, вот, именно, чтобы и родители чувствовали, как бы, защищенность, приводя своего ребенка в садик И, чтобы они об этом не думали, не переживали, и, как бы, по крайней мере, вот, возможность хотя бы подобной истории, ну, если полностью не исключить, то хотя бы уменьшить в разы Ну, то есть, даже защитить вот от таких вот сумасшедших, которые себя богом называют Да, которые богом называют, или как в Талинмаре шел пьяный, зашел в садик, перерезал, зарезал ребенка Ну, это ужас, это ужас, это вот то общество, которое, в принципе, вот, я считаю, что, ну, есть некая такая вот, ну, я не знаю, то ли это связано с интернетом, то ли еще что-то Ну, и, как бы, люди откуда-то это берут, ведь он откуда-то это насмотрелся и стал богом, то есть, ну, это же бред Ну, вот, кто-то говорит, значит, надо жесткие меры в школах принимать, хотя, наверное, у этого тоже найдут сопротивники обязательно, да, родители, которые там будут говорить, что, ох, вы не пускаете меня там Я не думаю, что сейчас после таких историй все равно я всегда с пониманием, с уважением, как бы, отношусь, допустим, если есть какой-то там объект, и там действительно сидит охранник Если он тебя не пустит, ну, точно с ним не надо, как бы, пререкаться, значит, он делает просто качественно свою работу, вот То есть, я не думаю, что могут быть противники, тем более после таких историй Ну, и вот, и вторая история, когда ее, по-моему, уже на федеральном, да, уровне подняли, рецензию на оружие предлагают выдавать не с 18 лет, а с 21 года Ну, вот, честно говоря, а что, в 21 год себя богом нельзя возомнить? Ну, если мы говорим в Дарин Мэре, там не было вообще никакого оружия Там был просто нож, тогда надо уж пойти дальше и запретить этажи продавать То есть, я думаю, что тут ограничения, может быть, и нет в этом какой-то смысл Там, может быть, даже и не в 21, может, и больше, но я считаю, что вряд ли это как-то что-то изменит Гордума, депутаты что-то будут предпринимать? Может быть, вы будете обращаться вот по поводу усиления, там, какие-то идеи предлагают? Вы знаете, в 2018 году говорил и на социальных комиссиях, давайте уберем бабушек и сделаем какую-то качественную охрану Да, то что, как у нас обычно говорят, денег нет, денег нет, то есть, на охрану школ Ну, я не знаю, вот сейчас мы снова, конечно, будем поднимать данный вопрос Ну, повод-то такой серьезный, страшный, может быть, действительно Да, ну, самое главное, чтобы это было решение, а не просто да-да-да, давайте рассмотрим, давайте посмотрим Как это зачастую бывает в городской администрации Поэтому, конечно, мы будем поднимать вопрос и стараться, чтобы, ну, по крайней мере, сделать максимальную безопасность школ, садиков И всех вот учреждений, там, спортивных школ, в том числе, и так далее Тему хочу поменять Еще слушателям нашим скажу о том, что мы выходим сегодня в записи Записываемся в 9 утра А эфир у нас в 13.06, поэтому вопросы сегодня задаю я Непринимаемых от слушателей И хочу, Денис, вам признаться, что я сегодня пожалела, что назначила вам запись с утра Потому что я живу в том микрорайоне, где утром, куда утром автобусы приходят уже переполненные И обычно сначала стоишь 15 минут, пропускаешь один за другим, чтобы в какой-то попытаться втиснуться А потом проезжаешь мимо нужной остановки, потому что не можешь выйти Это микрорайон Южный, там их много, там Солнечный берег и так далее Просто страшные пробки в час пик, когда нужно приехать к 8 утра Я это к чему? Вы этот вопрос поднимали на Гордуме в последний раз Связан он был с тем, что в этом микрорайоне, вообще в сторону Нововятска продолжается строительство Он очень сильно расстраивается При этом транспортный вопрос никак не решается Ну вот, что выбрать-то? Запретить там строить дома или решать проблему с транспортом? Действительно, вопрос мы поднимали Вопрос был связан с тем, что в районе Радужного, там где микрорайон Васильки Там есть поле, и данное поле переводили под таготажную застройку Это было связано с тем, что областное правительство хочет передать данный земельный участок Тем строителям, которые планируют решать проблемы обманутых дольщиков Ну вроде все вот благие вещи Благие вещи, но просто, ну на мой взгляд, вот все эти благие вещи Под благими вещами у нас часто, ну в моем понимании Какие-то мутные истории происходят Например, Ленина 145, дом, который стоит Застройщик был Северстрой Он тоже долгостроит Да, он был долгостроит Потом каким-то образом согласовали рядом еще дом практически в речке Его сейчас достраивают, да? Другая уже компания И эта же компания, которая строит дом в речке Им отдали за достройку там 50% одноподъездного вот этого дома Северостроевского Отдали 4,5 гектара в Первомайском районе Мой вопрос был связан с тем, что мы переводим То есть, первое, это каким образом будут тишины Все, во-первых, социальные вопросы Это школы, садики, то есть, там и так далее Хватает ли мест Второе, это, конечно, транспортная доступность Потому что на сегодняшний день В сторону Наавиатска там, ну, уехать крайне сложно Потому что все эти вот Наавиатска 41-й, радужные вот эти микрорайоны Васильки, Ёлки-парк, там и прочее Они, пробка начинается практически в сушениях, да? То есть, и так или иначе, это все упирается в такое узкое достаточно место Это угол сама Ленина и Блюхера И пилицейская, вот и так далее И все там забито и так далее Чтобы давать, я не говорю о том, что давайте мы запретим все строить Во-первых, процедура должна быть прозрачной при доставлении участка Если говорить, что мы за 5-10% за достраивание одноподъездного дома будем отдавать 4,5 гектара Давайте оценим, сколько стоит это Там порядка 10 миллионов, да, это стоило достройка И сколько стоит 4,5 гектара земли Может проще его продать с торгов и заплатить деньги тем строителям И которые достроят, как бы точно такой же вопрос у меня по-радужному То есть, здесь вы видите опять какие-то нечистые схемы, да? Я думаю, что да, потому что без торгов предоставляется участок Какое-то такое, знаете, как он оценивается Но вот если, допустим, взять 4,5 гектара в Первомайском районе Ну, если даже предположить, что он там будет продан с торгов То я думаю, что можно было бы решить проблему не одного дома там с обманутыми дольщиками Причем не самого большого, да? А, допустим, там несколько домов можно было достроить на вырученные деньги То есть, заработать на этом участке деньги Да, то есть, как бы, ну, вместо этого предоставляется участок И как он оценивается, как это происходит, непонятно Ну, и второе, конечно, чтобы давать разрешение на строительство Необходимо понимать, что, как люди оттуда будут ездить, да? То есть, нам стали объяснять там, говорить, что какая-то там через чистые пруды, дорога там Ну, это, знаете, таких прожектов, таких фантастических историй там в администрации Ну, вот я, например, за 4 года дослушался уже там Нет, в том-то и дело, что об улицах-дублёрах речь, это какие-то десятилетние планы Вот если ремонтировать то, что есть, допустим, там в том же, в тех же Зиновых, допустим, да? Напротив вот микрорайона Южный, там есть эти дороги? Ну, точнее, там есть направление дорог, там нет Если бы их отремонтировали, по ним бы, правда, можно было ездить Ну, расширять, то есть, там какие-то делать там минимальные там выходы на какие-то другие улицы То есть, и так далее Нет, сначала надо делать это, потому что нельзя строить до бесконечности И люди, ну, те должны часами стоять как бы в пробке Тем более в Кирове, да? То есть, мы там в достаточно небольшом городе будем стоять там Выезжать как из-под Москвы в Москву, что ли? Ну, конечно, так само быть не должно Поэтому вопросы были именно как бы с этим связаны Я считаю, что должно быть все прозрачно И, то есть, самоответов пока нет То есть, как бы ответы есть Вот фантастика, что когда-то пойдет где-то дорога, там, ну, куда-то, как-то, когда-то То есть, ну, например, меня это как бы вообще не устраивает, как и большинство моих коллег А если вот не о пробках, а об автобусах, да? Уже немножко, ну, о другой транспортной доступности поговорить Этот вопрос реально как-то решить? Причем в ближайшее время А какой смысл ее решать, если этот же автобус будет стоять в этой же пробке? То есть, если, допустим, говорить в Москве То доземный транспорт, у них есть выделена полоса, да? И, понятно, там и такси, и наземный транспорт идет по полосе, там, с буквой А Да, то есть, там, и понятно, что иногда быстрее доехать, там, на автобусе, да? Там, или на еще на каком-то транспорте общественном Чем, допустим, ехать на автомобиле на своем Вот, поэтому у нас этих полос нет Поэтому, ну, смысл добавить Чем больше автобусов, тем больше пробка вы об этом Тем больше пробка, ну, просто люди будут в автобусах сидеть А вот, смотрите, недавно там была новость, да? Мы писали о том, что вот не стали с мая переводить на летние транспортные сообщения Есть зимние, есть летние А переведут с июля, с июня Вроде бы, как здорово, какие мы молодцы Но я думаю, а это для всех автобусов? Вообще, вот что это, вы в курсе этой истории? Почему мы будем переводить, допустим, тоже вот нововиадское направление На какое-то летнее там движение автобусов? Если там сейчас ужас, а если бы вот сейчас с мая перевели Там бы вообще невозможно было просто ездить Вы знаете... Как это происходит? Это для всего города? Или это какие-то отдельные там маршруты? Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем суть перевода там зимняя на летняя, да? То есть, как бы автобусы... Ну, вроде бы там нет студентов, да? Нет еще там... В отпуска люди уезжают, ну... Ну, и что? А те, кому нужно ехать, они должны часами стоять что-ли-как? То есть, поэтому я считаю, что, знаете, это вот занятие для чиновников Какая-то там перевод чего-то куда-то к чему-то То есть, просто надо сделать так, чтобы люди ездили Им все равно там, по какому они ездят Времени там, зимнему саморасписанию Летнему, осеннему, весеннему Человеку все равно он должен приходить на остановку И он должен понимать, что за такое-то время он доедет до такой-то точки в городе И все, то есть, больше ничего не интересует Поэтому вот эти все упражнения Это, ну, я просто не очень понимаю, для чего они Еще одна тема Очередное отравление или инфекция Об этом мы, наверное, никогда не узнаем, что это на самом деле 20 с лишним человек, я так поняла, в Нововятском районе 20 с лишним детей попали в инфекционную больницу С признаками отравления, либо там какой-то ротовирусной инфекции Неделю назад нечто похожее было в Ленгасово Про Ленгасово нам сказали, что это некий норовирус Родители тогда говорили, что, возможно, это связано как-то с питанием в школах Может быть, там с водой, допустим, в школах В Нововятске жители тоже пишут и связывают эти вещи с водой Вот как-то вы в этой теме разбирались Может быть, куда-то обращались депутаты для проведения проверок Еще чего-то, что происходит? Ну, по Нововятску пока нет То есть, по воде там, ну, будем, конечно, задавать вопросы Потому что планы у водоканала там что-то менять Потому что скважины, видимо, которые построены уже и соответствуют тем нормам, которые сейчас есть Как раз у каких-то таких небольших микрорайонок имеете Может быть, именно с этим и связано Поэтому тут, конечно, надо сама разбираться И, честно говоря, если там отравились именно водой То, наверное, могло бы быть и не 22 человека, а больше Это детей только 22? А еще есть там некое число взрослых, у которых такие же семьи? Я не готов сейчас пока сказать, что это именно Конечно, будем вникать, будем сама задавать вопросы В том числе и водоканалу, с чем это связано А как это вообще происходит? Где-то вы сначала это у себя там на Думе поднимете Будете какие-то бумаги писать Как это вообще происходит? Нет, это, безусловно, поднимается на комиссиях думских Приглашаются те ответственные, если это по воде, то до вердика То есть, они уже готовы к этим ответам Наверняка их уже привлекали Там брали какие-то анализы То есть, ну, а дальше уже там Если это вода, то это что нужно сделать И как это предотвратить, чтобы этого больше не было Если это, к примеру, что-то другое Ну, тогда просто выяснять, что То есть, если это питание, ну, тогда с питанием Ну, вот в Нововятске это уже точно не питание Потому что школы не работали здесь Ну, да, да, поэтому я думаю, что Ну, опять же, с водой То есть, воду пьют все и потребляют все Поэтому тут, знаете, тут как бы сложно сказать Может быть, конкретный какой-то микрорайон Конкретная скважина, от которой питается тот или иной там Куст домов, например То есть, может быть, все что угодно О воде поговорили, еще об отоплении хочу поговорить Мы сделали ВКонтакте опрос Не рановато ли у нас отопление Отключают всего-то 20 градусов на улице Да, и вот наконец-то, что называется Вот, который год ведь этот вопрос Он почему-то не просчитывается Да, то есть, у нас там на улице жара И нам наконец-то объявляют об окончании Отопительного сезона Или у нас вдруг заканчивается отопительный сезон На следующий день холодина И нам снова подключают отопление Вот почему? Ведь есть прогнозы, есть Ну, вы знаете, прогнозы какие? Прогнозы погоды, я считаю, они уже давно не работают Потому что, ну, вот, если даже нам смотреть сейчас погоду на завтра К примеру, на нескольких сайтах, да То есть, там погода вообще разная, да То есть, вот эта погода, знаете, у нас в школе Был такой урок природоведения в начальной школе И когда надо было сдавать Да, вот этот Природоведение Когда ты его заполняешь в течение месяца И он нам было сдавать на проверку И там вот от фонаря Что называемое Писали погоду Какие-то стаили, какие-то градусы и так далее Вот до сегодняшнего дня Прогноз погоды мне допоминает Вот мой школьный дневник Там Природоведением Потому что действительно Вот, допустим, в том году отопление отключили И буквально там До следующей же недели Стали как бы жуткие холода И люди стали замерзать Сейчас-то улицы Больше 20 градусов Но отопление еще не выключили То есть это как бы хорошо Те дома, где есть там приборы учета Где там может председатель дома Взять, спуститься, перекрыть Содвижки и как бы все А есть дома действительно, которые как бы Как-то зависят И поэтому А энергетикам им какая разница Чем больше, да Тем больше они натопят Тем как бы лучше У многих ведь складывается впечатление Что вот Топят до июня, до середины мая Чтобы денег побольше взять Можно с таким же успехом Не выключать им вообще, да То есть, ну Я считаю тут Как бы Во-первых Система Как бы ЖКХ Она до сегодняшнего дня То столько у нас изношена То есть, мы постоянно там поднимаем Вопросы с фондом капремонта В том числе По подорнизациям теплоузлов Если теплоузлы Сейчас Вот те деньги Вложить Сам фонда капремонта В дома в наши И сделать подорнизацию теплоузлов Погода зависима оборудования Тогда хотя бы жители не будут Переплачивать за Вот То есть Ну, то есть За те На уровне каждого дома Нужно вопрос решить А не ждать Кому-то холодно Кому-то жарко До собрания приняли решение Сегодня отключить Сегодня отключили То есть, как бы Как-то так Или там Ставить погодозависимое оборудование Которое В том числе Будет там Как бы отключаться И включаться На какую-то Температуру на улице Вот А так Эти все Прогнозы Которые там Говорят Я думаю Потому что погоду Можно на сегодняшний день Определять Только вот Вышел на улицу И посмотрел А большая ли у нас Вообще часть домов Вот имеет такое оборудование Не знаете Ну, новые дома Это, конечно, все Сейчас Требования только такие Ну, и те дома Которые вот Делают Под организацию Конечно, они это ставят Там приборы Что-то и так далее Но у нас очень много домов Так называемых Домов-паровозов Которые вообще Не имеют никакой возможности Там отключиться И которые Единственный способ Спастись от жиры В такую погоду Открыть окошко Ну, вот их проблемы Тоже обсуждаются Всегда на гордуме Да Они зависят Друг от друга И поставить Что-то Единственный способ Сделать Переврезку Этих домов Мы этот вопрос Поднимали на комиссии И задавали Директору фонда Капремонта Возможно ли При модернизации Теплоузлов Делать переврезку Чтобы Действительно Люди Поклеить Платить Вот именно По Прибору учета То есть Чтобы они Оплачивали Именно то Что они потребили Возможно Будут решать Я думаю Что возможно Но С террасторопностью И фонда И всех Чиновников То есть Я думаю Что это будет Очень долго Так же Как улица Дублер Ленина Да Мы на рекламу Сейчас сходим Особое мнение На 101FM Продолжается Программа Особое мнение Сегодня веду ее Я Мария Кожевникова А напротив меня Депутат Кировской городской Думы Денис Ерохин Денис Ну вот еще Одна новость Чиновники Все-таки Нам объявили О том Что Крестный ход Будет Но Есть там Некие ограничения Не будет Организованного питания Нельзя поставить Палатки Ну как бы Это ничего не меняет В общем-то И вот Знаете Никак Уже Уже совсем Не укладывается В голове При том что Ведь время идет И казалось бы Должна уже Какая-то логика Появится Но может она и есть Да Вот может быть Вы ее объясните То есть Великорецкий Крестный ход Можно Но в майские праздники Работать нельзя Да При этом Нельзя ехать Там в Турцию Ее закрыли Из-за того Можно ехать По стране И по-моему Вот все Кто не уехал В Турцию Они в Казань Съездили В эти праздники Судя по инстаграм Вот Тут Логика-то Какая То есть Коронавирус Это повод Для того Чтобы принимать Нужные решения Или Что сейчас Происходит Ну Я всегда об этом Говорил Что коронавирус Это повод Принимать Нужные решения Повод Говорить Тогда Где Где-то можно Где нельзя Я тоже Не вижу Никакой логики К примеру Когда Наши курорты Переполнены Да То есть Там Там реально То есть Но зато Деньги в стране Остаются Деньги в стране Остаются Да Здорово Но Закрыли Турцию И 550 тысяч Человек Не попали На майские Праздники Как бы Отдыхать Да То есть Это опять же Здоровье наших Граждан Там и так далее Если они хотят В Турцию И в Турции Неделя стоит Столько Сколько В Сочи Там один день Да То есть Поэтому Ну И запрещать Им Как бы Туда ехать Ну Я не знаю Есть в этом логика Какая-то Или нет Допустим Делать Салют На 9 мая Говорить Из-за того Что Будет Большое скопление Людей Они там Все перезаражаются Но Почему-то В январе Месяце Строить До Театральной Площади Съезженный Городок И говорит Что Там люди Будут отдыхать И играть Там Они не Перезаражаются Да Вот эти Двойные Стандарты Там К примеру В администрацию Заходить нельзя Что там Коронавирус Но тем не менее Все торговые центры Все функционируют Там Как бы Там Видимо Можно Да То есть Вот То есть Вы имеете ввиду До сих пор Прием граждан Не разрешен Ну конечно Там же Есть ограничения Со всеми Это То есть Как в любой Непонятной ситуации У нас Коронавирусные Ограничения Да То есть Там В любой Организации Там В каких-то Управляющих Не очень Добросовестных Управляющих Компаний К нам Ходить нельзя У нас там Коронавирусные Ограничения Поэтому Ну Я очень рад Что в принципе С крестным ходом Те стали делать Что-то подобное Потому что Я считаю Что в принципе Тут И невозможно Запрещать То это Даже в прошлом году Да В прошлом году Так или иначе Люди ходили Да И у кого Есть потребность Идти И кто ходит Годами И кто Для кого Это просто Вот Каждый июнь Там Быть Да То есть Ну Их не остановить Они ходили В те времена Когда Это вообще Запрещали Там Да То есть И Ссылаться сейчас На какие-то Ограничения Я думаю Что это Депрально И Ну В принципе Очень рад Что Он По крайней мере Официально Так скажем Разрешен И Что Никто не будет Их там Не гонять Не разгонять Не штрафовать Там И так далее Еще одну тему Хочу поднять Несколько минут У нас осталось За последние три года Число работающих жителей В Кировской области Сократилось на 38 тысяч человек То есть на 6 процентов За 10 лет На 75 тысяч Это вот Что Не хотим мы Жить Не только В микрорайоне Южный Но вообще В Кировской области Ну В микрорайоне Южный По сравнению С большинством Мест Проживания Кировской области Жить Я думаю Что намного лучше Даже С учетом всех этих Пробок И переполненных Автобусов Потому что Если уехать В любой районный центр В любой Как бы район Там На самом деле Все очень печально Поэтому Это именно Показатель Управления Самой области Вот И говорить При таких цифрах Это причем Официальные цифры Я так понимаю Официальные цифры Что стата А Как бы Еще сколько Неофициально Сколько Уехало Тех же Того же Работающего населения Которые Работают В других регионах Либо там Вахтовым методом Либо Просто там Пока Нет возможности Зарегистрироваться И они как будто Числятся здесь То есть Я думаю Что цифра Намного больше Поэтому Говорить При таких цифрах О каком-то Развитии бизнеса Развитии экономики Я думаю Что это Ну бессмысленно Потому что Самое основное Это люди Если люди С территории уезжают Значит у территории Будущего Нет То есть Надо сделать Все То чтобы Чтобы люди Здесь оставались Это в первую очередь Их комфорт То есть Это школы Садики Качественная Медицина Достойная Заработная Плата Тормальные Коммунальные Услуги Ну и так далее То есть До сегодняшнего дня Ток Тоселение Он громадный У каждого У нас есть Достаточно Большое количество Знакомых Близких Которые уже Уехали И которые В процессе Переезда Поэтому Я думаю Что Такими темпами Лет через 10-15 У нас будет Так же Как в Яранске В Налинске Киров Будет выглядеть Примерно Как-то так же Да То есть Большинство Это пенсионеры И Там Ну Соответственно О развитии Какой-то экономики Вообще Будет Просто бессмысленно Тут еще Климат Наверное Большую роль Играет Очень много В последнее время Знакомых Уехали в Сочи В Крым То есть Тут уже Ничем Наверное Не остановить Ну Все равно То есть Если Человеку Здесь все Комфортно Он Меньше Смотрит Да Он меньше Смотрит Он может быть И Его посещают Пысли в какую-то Печальную погоду Там Переехать Куда-то В Крым В Сочи Там И так далее Ну Просто Но мысли о нерезиновом Сочи Должны остановить Да Мысли о нерезиновом Сочи Мысли о каком-то Там Там Скажем О неизвестности А здесь Все удобно Комфортно Понятно То есть Я думаю Что В первую очередь Они уезжают Не из-за того Что там Из-за климата А в первую очередь Уезжают Из-за того Что допустим Если это Педагоги То допустим В Москве В Подбосковье Они получают От 70 тысяч То есть У нас таких Зарплат естественно Нет Тоже самое Врачи А педагоги Видимо действительно Уезжают Потому что Анализ рынка Вакансий Вот тоже Свежая новость Показал Что самая Большая нехватка У нас в области Как раз Медиков И педагогов Ну Потому что И уезжают В первую очередь Уверенные В себе люди Это люди Которые способны Что-то делать Что-то двигать Создавать бизнес Или качественные Учителя Врачи Это те люди Которые Основа Которые Некий Костяк Вот Ташего населения Так скажем Которые Не боятся Уехать В какую-то Неизвестность Они просто Настолько Уверены Что они Прекрасно Понимают Что они будут Востребованы В любом Другом регионе Куда они Переедут И на самом деле С такой Тенденцией Особенно То что касается Районов Вот у нас Одно время Само очень Радовали Что в Кирове Там есть Вот жилье Чему мы радовались У нас большинство Переехало из районов На сегодняшний день В районных центрах Средний возраст Уже далеко За 50 То есть Это говорит о том Что там Мы достаточно быстро Перешагнем Ту черту Когда у нас будут Одни пенсионеры А молодежь Будет уезжать Соответственно Уже говорить Что там будет Какое-то развитие Ну уже просто Не приходится Потому что Ну это глупо Говорить Кто его будет развивать Кто его будет делать Основа любого бизнеса Любой Темы Любого продвижения Роста И так далее Это люди И в первую очередь Надо вкладывать В людей В детей И так далее Тогда Чтобы И чтобы Чтобы они здесь Хотели жить И именно здесь Оставаться А не переезжать Минутка осталась Но все-таки Задам этот вопрос Раз уж мы Заговорили об уровне Области Да и вы вроде бы Денис Пока не собираетесь Никуда переезжать Нам тут Ваш коллега По партии Владимир Костин Сказал что вы Собираетесь На выборах Участвовать в ОЗС Действительно так Пойдете Делать Лучше область А не город Вы знаете Еще сейчас Пока Такую Ну я еще думаю Так скажем Я еще думаю Думаете Есть ли на кого Гордуму оставить Даже нет Думаю что Думаю что То сколько Понимаете Как бы Идти Просто Надо понимать Кто идет еще Кто будут Твои коллеги Потому что С кем Как бы Что-то менять Получится ли сплотиться Да Сплотиться Потому что Идти просто Как Просто как Депутат Что-то выступать Что-то говорить При этом Депутат от меньшинства Да То есть это Поверьте Это мне Вот эти амбиции Которые там Что там Депутат Не депутат Мне не как бы Ну не так Интересны Не нужны Мне важнее Что-то изменить Потому что я здесь живу Я здесь родился Я здесь вырос И поэтому мне Все равно Что здесь происходит А в Гордуме Вот этот костяк Там силу оппозиции Вы чувствуете Да Силу оппозиции Чувствуем Но нам Зачастую Не хватает Одного Двух Двух голосов Чтобы Принять Какие-то Решения Или остановить Принятие Каких-то решений Поэтому Если та же история Будет В законодательном Собрании Смысла там Находиться Никакого нет Заканчивать будем Из-за того Что закончилось Наше время Денис Спасибо вам большое За разговор Доброго дня вам Доброго дня Всем слушателям До свидания